Привет всем, друзья! В этом видео покажу-расскажу о тайне велосипедной вечной каретки, о которой не все знают. Также покажу, как своими руками её легко установить, без специального инструмента и съёмников. Я думаю, многие сталкивались с таким люфтом в каретке. И какие бы вы новые подшипники не ставили, толку с этого никакого. Каретка снова начинает болтаться. Для начала велосипед нужно перевернуть, чтобы было удобно ремонтировать. Для начала нужно открутить болт с гайкой на тормозах. В моём случае понадобится два рожковых гаечных ключа. Теперь надо открутить колесо. Гайку с этой стороны, другую с другой стороны. Всё, колесо снимаем. Цепь отцепляем. Подножку можно опустить. Снимаем отсюда цепь. Колпачок снимаем. Беру маленькую головку по размеру. И уже откручиваю. Недавно я откручивал, но всё хорошо. Откручивается. Всё, гайка улетела. Сейчас то же самое сделаю с другой стороны. Пошло дело. Гайку снял. Теперь обыкновенным молоточком надо постучать, снять с шатуны. Другой тоже слетел. Зубилом или отверткой нужно открутить эту гайку. Она контрагайка. Всё, сняли. Теперь нужно открутить вот эту внутреннюю часть. Откручивается уже легко. Травками. Все подшипники выбрались. Шток нужно удалить. Он больше не понадобится. Теперь понадобится новая каретка. Это специальный картридж с промышленными подшипниками, который не выйдет никогда из строя. И стоит не так дорого. Прежде чем покупать каретку, надо сделать замеры. Ну, я делал на глаз, в принципе-то. А я вам покажу, как делать надо по-человечески. Моя каретка. 14 сантиметров. И длину надо вот этой вот обоймы гильзы померить. Здесь идёт 65. Значит, получается 14 на 65. Теперь надо снять вот эту гайку с внутренней резьбой. Она левая, кстати. Чтобы снять, надо открутить защиту цепи. Простым газовым ключом нужно открутить вот эту часть со стороны цепи. Хочу обратить ваше внимание, здесь левая резьба. Чуть-чуть неудобно. Внутри остались старые подшипники. Надо протереть хорошо. Взял салфетку обыкновенную. С одной стороны. Теперь с другой. Шарики только и выскакивают. Пришло время устанавливать новую каретку. Снимаю со стопорным кольцом вот эту шайбу. Теперь устанавливаем вот эту вот бабушкой. Сюда заворачиваем налево. Здесь с левой резьбой. Теперь переходим на другую сторону. Устанавливаю эту шайбу. Здесь нормальная резьба. Туда куда должна. Уже не шевелится. Теперь надо подтянуть все это без всяких съемников. Обычной отверткой вот так стопорю и затягиваю. Встало. Перебираемся на другую сторону. Тоже самое отверткой из левой резьбы. Не забываем. Подтянули. Все. Намертво. Возвращаемся обратно на эту сторону. Устанавливаю кольцо стопорное. Молоточком. Немного подобью. Подтяну. Все. Отлично. Все собираем в обратном порядке. Так. Все. Теперь крутится. Ничего не болтается. Я доволен. Надо поехать быстро испытать. Ход у велосипеда стал мягче. И самое главное. На душе спокойно. Что каретка из строя больше не выйдет. Кому такая хитрость и идея была интересна и полезна. Оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok